Музыка 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты утра от крупнейшей ядерной катастрофы мир отделяло всего несколько секунд. Реактор номер 4 Чернобыльской АЭС, расположенный в Советском Союзе, взорвался. Правда о Чернобыле Помещение блочного счета управления 4-го реактора Чернобыльской АЭС. Здесь за час до катастрофы принимались все основные решения. Судьба реактора и того мира, который скрывался за его толстыми стенами, находилась в руках трех человек. В свои 26 Леонид Топтунов уже был старшим инженером управления реактором. В его задачи входило контролировать гигантскую мощь реактора. 17. Александр Акимов, начальник смены блока. Он выполнял роль капитана корабля. Ну что, все выизбались? Поужинали нормально? В ту ночь экспериментом в блоке руководил заместитель главного инженера Анатолий Дятлов. Потом, потом, потом. Все мешать хотят. Дятлов был одним из ведущих советских инженеров-атомщиков. Авторитарная личность. Человек, работавший в жестких, строгих рамках. Однако здесь был еще один ключевой персонаж, недавно прошедший приемку четвертый реактор. Гордость коммунистического режима – величайшее технологическое достижение. В ночь на 26 апреля здесь проводились испытания реактора. Мощность упала почти до 500 мегаватт. А что с ларом? Я отключаю локальный автоматический регулятор мощности реактора. Однако между двумя главными инженерами и Дятловым возник роковой спор по поводу безопасного уровня мощности, с которого можно начинать испытания. Орден включился, но все равно мощность падает. Продолжайте! Что происходит? Мы же не должны опускаться ниже нормы и 700 мегаватт. Это же небезопасно. Может, я ему скажу? Я ему сам скажу. Не надо мне ничего говорить! Я все знаю сам. Думать не твоя работа. Здесь я принимаю решение. Делай, что тебе говорят. Где-то набрал таких наглых карасей. Анатолий Слепанович, мы и так уже опустились. В ту ночь Чернобыль скрывал две судьбоносные тайны. Одна из них – роковая ошибка в конструкции реактора, о которой инженеры даже не догадывались. Реактор проявлял себя крайне нестабильно при работе на малой мощности. Другая тайна была связана с назначением заместителя главного инженера Анатолия Дятлова, руководителем испытаний. Технология, которую он стремился обуздать в ту ночь, оставила в его жизни глубокий след. Дятлов и атомный реактор должны были столкнуться в схватке, в которой не могло быть победителей. 12 часов 31 минута. Спор о допустимом уровне мощности, при котором можно начинать испытания чернобыльского реактора номер 4, разгорался все сильнее. Дорога Степутинч, мы и так уже опустились ниже уровня безопасности в 700 мегаватт. Мощность падает очень быстро. Единственное, что здесь нестабильно, так это работа твоих некомпетентных людей. Проведение этих испытаний было инициировано Министерством атомной энергетики и являлось своего рода порождением холодной войны. За несколько лет до этих событий израильские ВВС произвели бомбовый удар по иракскому ядерному реактору, построенному СССР. С тех пор советские ученые решили проводить испытания своих реакторов с целью выяснить, что может случиться, если они подвергнутся бомбежке и их мощность резко снизится. Однако заместитель главного инженера Анатолий Дятлов сознательно пренебрег правилами проведения подобных испытаний. Согласно инструкциям, в начале испытания мощность реактора может варьироваться в пределах от 700 до 1000 мегаватт. Дятлов хотел провести эксперимент при 200 мегаватт, чтобы снизить расход охлаждающей воды, предотвращающий перегрев реактора. Он считал, что риск в подобной ситуации минимален. К сожалению, в ту ночь на блочном счете не оказалось ни одного человека, к которому он относился бы как к равному, с уважением. Там действительно не было людей по квалификации и по характеру равных ему или близких к нему. И не оказалось равных людей, кто мог бы ему противостоять, кому бы он прислушался. Реакторы не ошибаются. Ошибаются люди. Давайте за работу. На самом деле, Анатолий Дятлов был далеко не безрассудным человеком. Его воспитала и взрастила коммунистическая система. Дятлов родился в семье рыбака в Сибири, убежал из дома в возрасте 14 лет. Вопреки всем обстоятельствам, ему удалось стать инженером и пробиться вверх по служебной лестнице. Анатолий Дятлов был партийным человеком и пытался в своей работе следовать правилам. Но он точно знал, что в атомной промышленности правила и реальность зачастую противоречили друг другу. Чтобы добиться в этой области успеха, иногда необходимо было идти напрямик и импровизировать. Мощность реактора падала слишком быстро. Что там у тебя? Ну, мощность быстро падает. Ты что натвори, идиот? Что ты наделал? Ты же мощность упустил! У тебя же руки и задницы растут! Так помоги ты ему! Успокойся, успокойся, не суетись. Начинаем все с начала. Успокойся. В полутора километрах от Чернобыля располагался городок Припять. Все его жители работали на АЭС. Они не могли знать, что их будущее определят события, которые развернулись в помещении блочного щита управления четвертого реактора. Главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Фомин, который дал распоряжение провести испытания на безопасность, спал в ту ночь крепким сном. Давай, давай. Так, не вдувай. В квартире неподалеку Наташа Ювченко успокаивала своего двухлетнего сына Кирилла. Пошли, туда. Пошли, туда. Да, давай, лучше пойдем. Из окна Наташа видела огни АЭС, где, как обычно, в ночную смену работал ее муж, инженер Саша Ювченко. Ты так, наоборот. Вообще не понимаешь, что? Фомин. Шагая по длинным коридорам станции, Саша думал не о работе, а о наступающих майских праздниках. На Припять у меня место там классное есть. Я на прошлой выходной вот такого сумма поймал. Метр сон. Так, не поверила. Говорила, что у 20-й не килограмм. Чем-то этот вечер отличался, знаете, не так, как всегда. Вот я еще вот вдруг нарядился на работу ни с того, ни с сего. Погода была замечательная тогда. Тепло, так рано, в общем, весна. В таком как раз настроение на работу пошел. А она говорит, что вот у нее всю ночь ей тоже там Кирилл пакал, а она не сама. Да выключи ты, это твой. Уровень воды в барабан-сепараторах опасно низкий. Давай соберись, это твоя работа. Старший инженер управления блоком Борис Столярчук контролировал поток воды, проходящий через реактор. Как и все остальные, он привык к подобным ситуациям. А что касается уровней барабан-сепараторах, то их всегда было тяжело регулировать на низких уровнях мощности. Поэтому любой оператор знал об этом и был готов к этому. Поэтому никаких особых чувств вроде испуга я не испытывал. 12.38. Реактор полностью остановлен. Дятлов принял роковое решение. Ты же, ты же уронил реактор. Имфицил ты, долбанный. Ну давай, давай поднимай мощность. Выводи регулирующие стержни. Бегом. Практически смена вынуждена была вытащить из реактора серегулирующие стержни. Это привело к тому, что курок был сведен. Управляющие стержни являются одновременно катализаторами и тормозами ядерного реактора. Под толстым 15-метровым защитным панцирем 1600 наполненных ураном топливных стержней опустились в ядро реактора. При распаде атомов урана топливные стержни выделяют огромное количество тепла, которое превращает воду в пар. Пар, в свою очередь, приводит в движение гигантскую турбину, вырабатывающую электрический ток. Чтобы контролировать уровень мощности, в ядре реактора устанавливают 211 управляющих стержней из карбидо-гора. Если они находятся в поднятом положении, реактор набирает мощность. Но в этом случае инженеры лишаются возможности использовать их в качестве тормоза. Именно это распоряжение и отдал дятлов. Выводи регулирующие стержни. Бегом. 12.52. Раздался еще один сигнал тревоги. Уровень воды в барабан-сепараторе опасно низкий. Разберись, а не маленький. Ну так что, договорились на выходные на рыбалку, а? Никто за пределами помещения блочного счета управления еще не знал о происходящих здесь событиях. Для Саши Ювченко это была самая обычная ночная смена. Да, собственно, дел-то особых и не было. Ну, смену мы уже отстояли ночную. И, собственно, когда я шел на второй раз уже, на смену ночи, я как бы, ну, собственно, все мы думали, что уже аппарат остановлен. Ну, давай, хорошо. За пределами АЭС все было тихо и спокойно. Один час три минуты. После неудавшегося бунта в помещении блочного счета управления снова воцарилось спокойствие. Снова вышли на 200 мегаватт. Инженеры повысили мощность реактора до того уровня, который был необходим Дятлову для проведения испытаний. Анатолий Степанович, мы снова вышли на мощность в 200 мегаватт. Ну, очень хорошо. Начинайте испытание. Но по регламенту, начинать испытание я могу только при мощности в 700 мегаватт. Если вы хотите проводить испытание при уровне мощности в 200 мегаватт, я прошу вас занести это в ваше распоряжение в оперативный журнал. Да будет вам известно, что как заместитель главного инженера я имею полномочия изменить параметры проведения испытаний. И я ими воспользуюсь. Продолжайте испытания. В помещении главных циркуляционных насосов к механику Хадимчуку зашел его друг, мастер-перевозчинка. Хадимчуку осталось жить меньше 20 минут. Здорово, тесно. А я думал, ты сегодня не на смене. А я специально пораньше из Киева вернулся. Ну что, продал машину? Ну, по крайней мере, с покупателем договорился. Хорошо, поздравляю. Как говорится, прощаю, москвич 2140. Здравствуйте, Жигули. Отлично. Я думаю, что, может быть, еще останется и на джинсах. Да ладно. Ну ладно, будем видеться, пока. Давай, до встречи. Следующим к перевозчинку зайдет Саша Ювченко из-за дела технического обслуживания. Самый обычный вопрос приведет их обратно в помещение насосов, расположенное рядом с ядром реактора. Саня, мне нужно немного зеленой краски. Зачем? Мне надо обновить маркировку на трубополу. А, пойдем, у меня в готовке еще что-то. Кстати, Саня совершенно не разбирается в рыбалке. Кстати, так же, как и ты. На затрунке. Нехватка охлаждающей воды продолжается. Снова звучит сигнал тревоги. Но пока ни один из инженеров не верит, что, возможно, серьезная авария. Для главного инженера Николая Фомина подобная ситуация была необъяснима. Фомин прошел заочный курс обучения по ядерной энергетике. Но он вовсе не являлся экспертом в этой области. Он поднялся по служебной лестнице главным образом в качестве секретаря партии. В отличие от Дятлова, который отлично знал о рисках обусловленных работой реактора, Фомин слепо верил в печатное слово. Поэтому, когда возникла угроза безопасности, он просто сказал, вероятность аварии настолько мала, насколько мала вероятность падения вам на голову метеорита. Даже сведущий в вопросах безопасности Александр Акимов, который прекрасно разбирался в задействованных технологиях, официально оценил вероятность аварии на Чернобыльской АЭС как один на 10 миллионов. Но Акимов и его коллеги знали реактор не так хорошо, как им казалось. Они стали жертвами долгих лет укрывательства и халатности. Рабочими буднями стала для нас и одна из республиканских целевых программ энергокомплекс. Начиная с 1960-х годов, развитие атомной энергетики было основной задачей коммунистического режима. Ничто не могло помешать достижению самых больших высот в этой области. Даже КГБ. Из этих недавно рассекреченных документов КГБ мы можем понять, что власти игнорировали многократные предупреждения о том, что в конструкции Чернобыльской АЭС допущены серьёзные ошибки. Директор Чернобыльской АЭС Виктор Буканов и остальной руководящий состав стремились ввести в действие четвёртый реактор как можно раньше, в надежде заработать правительственные поощрения и награды. Вопросы безопасности они отодвинули на второй план. Директор всего комплекса АЭС Буканов был поставлен в тупик сроками введения реакторов в эксплуатацию. Например, кровля реакторов должна была быть сооружена из огнеупорных материалов, но таких материалов не существовало, а кровлю нужно было построить, поэтому были использованы горючие материалы. Аварии были привычным делом, но о них не сообщалось. Сами испытания, запланированные на ту ночь, должны были быть проведены до момента введения реактора номер 4 в эксплуатацию. Тем временем в ядре реактора начали происходить необратимые процессы, но ещё никто в помещении блочного счета управления о них не догадывался. Несколько управляющих стержней всё ещё были погружены в верхнюю активную зону реактора, где начинала накапливаться мощность. Датчики не всегда улавливали её. Отныне реактор превратился в невидимую тикающую бомбу замедленного действия. Один час двенадцать минут. Давление в четвёртом реакторе Чернобыльской АЭС возрастало вместе с непреклонным напором человека, контролировавшего ночные события, заместителя главного инженера Анатолия Дятлова. Он был твёрдо намерен провести испытания на предельных величинах, несмотря на протест его коллег в помещении блочного счета управления. Одна из возможных причин его поведения – политика АЭС. Дятлов находился в натянутых отношениях с местными партийными чиновниками из-за своего грубого обращения с подчинёнными. Его непосредственный начальник Николай Фомин ждал повышения. Удачные испытания позволяли Дятлову занять его место и стать главным инженером АЭС. Но Дятлов, похоже, преследовал и другие цели, о которых старался никому не говорить. В 1960-х годах он работал в Сибири, где занимался установкой ядерных реакторов на подводных лодках. В ходе следствия выяснилось, что там в результате его деятельности не было точно установлено по его ливине, но в всяком случае произошла ядерная авария. Он получил излучение около 200 БР. Вскоре после аварии от лейкемии погиб сын Дятлова. Это самая распространённая болезнь у детей, возникающая при радиоактивном облучении. Говорят, что эта трагедия его полностью изменила, он стал более упрямым и своенравным. В тот день он хотел укротить ядерную энергию, которая забрала жизнь его сына. Час 17. До начала испытаний на безопасность оставалось меньше 6 минут. Хорошо. Дятлов не сомневался в своих силах. На 200 мегаваттах расход воды небольшой. Не сможем повторить испытания, если что. До сих пор таких испытаний не проводили. Ну, мы проведем. Однако об опасном участке в верхней активной зоне реактора они всё ещё ничего не знали. Ещё 2 минуты и всё. Шевелитесь, шевелитесь. За пределами помещения счета управления жизнь протекала своим чередом. Служащие обсуждали всё те же обычные проблемы. Он же обычно работал на обыкновенной электростанции. А, тогда ясно, почему он сказал, что управлять реактором так же просто, как электросамоваром. Ты комара когда-нибудь видел? Ну. Тогда представляешь, какой тонкой струйкой он мочится. Вот такой же толщиной должна быть та ниточка, по которой нужно ходить, чтобы преуспеть партию. Ты думаешь, это у тебя получилось бы? Тогда, наверное, надо оставить эти разговоры. А то сибирские комары закрозут. Да. Прошу сигарету. Жена звали. Путь перевозченка в помещение счета управления пролегал мимо реактора. Ну, ежели, наконец, все готовы, может, мы начнём испытание? Запишите все параметры испытания турбогенератора. Мы начинаем. Во время испытаний они отключат массивную турбину, оставив её крутиться по инерции. Затем подключат резервные дизельные генераторы. Однако эти два события разделит временная брешь в 40 секунд. Вопрос заключался в том, насколько эффективно замедляющаяся турбина поддерживает работу водяных насосов, пока не подключены дизельные генераторы. Без насосов вода в генераторе может вскипеть, как в гигантском котле. Но для Дятлова, который не имел никакого представления об опасном участке, где уже скопилась большая мощность, риски оставались исключительно теоретическими. Турбина уже отключена. В ближайшие минуты произойдёт ужасающая череда параллельных событий. По мере того, как турбина замедляется, насосы сокращают подачу воды в ядро реактора. Образуется всё больше и больше пары из всё уменьшающегося количества воды. С каждой секундой давление пара в опасной зоне реактора возрастает. Это давление пара привело к появлению сильных колебаний в помещении насосов. Перевозченко зашёл в большое помещение, расположенное прямо над верхней защитой реактора, и увидел то, с чем никогда раньше не сталкивался. Давление пара в ядре подбрасывает, опуская 350-килограммовые кубики биологической защиты. Давление! А что нам его на этом показывает? Помоги, что у тебя на происходящий! Всё, 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 всё. Эй! Помоги, что у тебя на происходящий! Эй! 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 Нужно запускать АЗ-5. Произошел резкий скачок мощности. Я включаю систему аварийного снижения мощности. Нажатие аварийной кнопки АЗ-5 автоматически опускает управляющие стержни в целях уменьшения мощности. Однако это действие приводит к непредвиденным и роковым последствиям. Управляющие стержни, которые имеют графитовые наконечники, в короткий промежуток времени, когда их только опускают в реактор, вызывают кратковременное увеличение мощности. И только затем начинается снижение. От момента нажатия АЗ-5 до взрыва мощность выросла не в два, не в три раза, а выросла в сотни раз. Это не у меня, Анатолийский, у вас происходит. Это у Столярчука. Реактивность удваивается каждую секунду. Это невозможно. Уровень мощности превысил 530 мегаватт. Наконечники срывают с крышки реактора. Ребята! Ребята! Люди! Хочем дома? Хочем. Интересно. От катастрофы в этот момент их отделяли считанные секунды. Возрастающее давление пара в опасной зоне реактора было уже невозможно сдержать. 50 управляющих и топливных стержней были искорёжены. Реактор превратился в вулкан, способный начать извержение в любую секунду. Играет музыка. Что такое? Какие стрелки? Бывали такие? Бывали какие-то. Куда делся Свет? Что случилось? Пропало питание! Это не раз! Это у тебя, Голубя! Что происходит? Посмотри немедленно! Куда смотри! А где вас бегает к Сталичуку? Куда энергия девалась? Что случилось? Никто не знает. Почему Света? Скорее, 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 посмотрите все! Посмотрите на пульт! Что показывают дачи? После первого взрыва я подумал, что это гидроудары в дейраторах. Хотел побежать и сделать переключение. В технологических схемах ног прогремел второй взрыв. Буквально через пару секунд произошел этот взрыв. Но мы еще даже не знали, что это. Потому что мы почувствовали только эту волну, эту ударную. То есть у меня в кабинете вышибло двери. Верхнюю 500-тонную защиту реактора уничтожило взрывом. И внутрь хлынул воздух. Реактор превратился в гигантскую паяльную лампу. В атмосферу было выброшено 50 тонн ядерного топлива. В 10 раз больше, чем в Хиросиме. 7 тысяч тонн радиоактивного графита разбросало вокруг АЭС. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так, всех, всех, весь офицерский состав. Офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич, алло, 3-й, 3-й и 4-й блок, выкрыши в результате, а у него срыва. У него, давай. У меня как вот... Алло, Иванков, я где-то на 6-ти продержался, да, то есть в 3 часа я уже болевал во все, что называется. То есть, ну, уже эти первые признаки были. А в 6 часов я уже даже сам до медпункта идти не мог. Меня увели туда, в скорую засунули, отправили медсанчасть. Саша Ювченко выживет. Остальные умрут. Радиоактивное облако, вырвавшееся из реактора, пересечет Белоруссию и направится в самый центр Европы. Настоящий кошмар еще впереди. Утром 26 апреля КГБ снимет на камеру картину опустошения, нанесенного самой ужасной аварией на АЭС в истории человечества. Человек, сделавший эти кадры, получил смертельную дозу радиации. На следующий день жителям Припяти сообщили самую печальную новость. Внимание, внимание! Судьи товари на черновеской атомной электростанции в городе Крым планируется неблагоприятная радиоактивная остановка. Целью обеспечения безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города Вечером следующего дня я уже прилетел в Москву самолетом, да, нас отправили, ну, первую группу врачи там отобрали. Из этого самолета, говорю, пять человек живых осталось только. А они были эвакуированы, как вместе со всем городом. Ну, там, через три дня, что ли, не знаю, на третий день. Эвакуация 135 тысяч жителей городка заняла целую неделю. Радиационный фон был настолько высоким, что даже эта пленка была местами засвечена излучением. Вокруг Чернобыля была объявлена 30-ти километровая зона отчуждения, зона неподвластной времени, подобная современной Помпеи. Более 600 советских граждан были направлены к реактору, чтобы подавить его радиоактивное излучение. Они героически работали в адских, зачастую неприемлемых условиях, чтобы спасти мир от нависшей угрозы. Многие из них даже не имели защитных комбинезонов. Все, чего они касались, излучало радиацию. Ядовитое облако распространилось над большей частью стран Северного полушария, впиталось в землю с дождями. Радиоактивная пыль проникла в растения, животных и людей. В Советском Союзе в тот период больших перемен и гласности политическое воздействие этого события было очень сильным. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Думаю, Чернобыль ознаменовал собой начало конца СССР, как в символическом, так и в реальном отношении. Можно сказать, что лед тронулся. Взрыв был вызван присущими советской системе противоречиями, поэтому эта катастрофа является хорошей парадигмой, скажем, даже символом того, чему было суждено случиться. Думаю, что Чернобыль всегда будут помнить, как яркий пример того, что наука не может решить всех проблем. Эта катастрофа сбила спесь Советского Союза, и нам нужно быть более терпимыми друг к другу и осознавать всю хрупкость человеческого существования на Земле. Люди не роботы, и они не могут работать так же безошибочно. Подозрения властей по поводу причин катастрофы были самыми разнообразными. Конспиративные планы КГБ, намеренные опыты на украинцах и даже летающие тарелки – это лишь несколько теорий сотен подобных, которыми пытались объяснить события в Чернобыле. Однако истина оказалась намного более простой, и Чернобыльская авария была далеко не единственной. После Чернобыля постоянно преследовали, так сказать, катастрофы, такие как и гибель Курска, много военных катастроф. И сейчас в Украине, к сожалению, происходят такие, то ракеты залетают в города, то самолеты падают на людей. Это, к сожалению, издержки, отсутствие самодисциплины и уважительного отношения к правилам безопасности. Это действительно так. Даже сегодня, когда четвертый реактор разрушен, большая часть мира думает, что Чернобыльская АЭС была закрыта. Однако третий реактор, где снимался этот фильм, только недавно снят с эксплуатации. Ядро реактора все еще живо. Первый и второй реакторы Чернобыльской АЭС продолжают работать и по сей день, будто бы ничего не случилось. Список погибших после этой ужасающей катастрофы оказался, к счастью, меньше, чем ожидалось изначально. Ученые пришли к мнению, что Чернобыльская авария стала причиной около 10 тысяч случаев заболевания раком в России и 25 тысяч во всем остальном мире за период в 7 лет. На сегодняшний день удалось убедительно доказать лишь вызванное аварии повышение смертности среди детей от рака щитовидной железы. Однако последствия катастрофы отчетливо прослеживаются по отдельным ее жертвам. Рыбаки, наблюдавшие за тем, как пожарные тушат радиоактивный огонь, вдруг почувствовали недомогание. Буквально через несколько часов их кожа почернела. Этот ядерный загар был предвестником их скорой смерти. 30 служащих АЭС, включая пожарную команду, умерли от смертельной дозы радиации. Я думал, ты сегодня не на смене. А я специально пораньше из Киева вернулся. Ну что, продал машину? Ну, прощай. Валерий Хадимчук исчез во время взрыва в помещении главных насосов. Валерий Перевозченко умер 6 недель спустя от ожогов, которые он получил, пытаясь найти своего товарища Хадимчука. Не суетись, я сказал. Александр Акимов умер через 15 дней после взрыва от полученной им смертельной дозы радиации. Когда он еще мог говорить, он сказал, я делал все правильно, я не понимаю, почему это произошло. Леонид Топтунов умер через 3 дня после Акимова. Он также говорил о своей невиновности и утверждал, что сделал все по правилам. Главного инженера Чернобыльской АЭС Николая Фомина приговорили к 10 годам принудительных работ, но вскоре освободили вследствие психического расстройства. Говорят, он до сих пор не вернулся к реальности. Чудесным образом Саша Ювченко выжил, а также его жена Наташа и сын Николай. Но эта ночь оставила в душе Саши на его теле глубокий отпечаток. У меня было сделано 15 операций по пересадке кожи. Первый год ожоги-то, они не сразу появились, они появились уже здесь, в Москве, в больнице. То есть началось созревание, да. Потом, когда я мать лежала, у меня кожа была, собственно, такая черная вся. Меня постель пересылали, там прям как порошок, знаете, из ксерокса, всыпалось. И сейчас, естественно, приходится много внимания уделять этому. Ну, то есть избегать, например, там, вот я машину вожу, да, но сам ничего не делаю, не ремонтирую никак. То есть бензин, масло, это все вещи. Потому что раны заживают долго, кровь останавливается небыстро. Ну, есть ряд каких-то вещей, ну, к этому, в общем, привыкаешь, можно жить. Ну, да и нужно. Анатолий Дятлов получил дозу облучения в 390 Берр. Но даже эта пятикратно превышающая допустимую норму дозы облучения не убила его. Он умер в 1995 году от сердечного приступа. Я думаю, что смена блока номер 4 во главе с начальником смены Александром Акимовым была, возможно, даже и наиболее лучшей на этом году. Я думаю, что любая смена, какая бы она ни была, все равно результат ее работы под руководством Дятлова и той истерии вокруг эксперимента, он бы привел бы к взрыву. Совершенно очевидно, что никто из тех, кто работал в ту ночь, не был преступником. И никто не хотел, не желал горе ни своим родным, ни себе, ни своим друзьям. Но сложилась ситуация, когда вся команда не смогла трезво оценить ситуацию до конца и отказаться выполнять те испытания, которые в конечном итоге привели и к гибели людей, и к гибели станции, и к тем последствиям, которые сегодня известны. Я глубоко убежден, что этого не хотел и Дятлов. Дятлов провел в местах лишения свободы 4 года из 10, к которым он был приговорен. В одном из интервью незадолго до смерти он сказал, что в трагическом финале поединка между ним и реактором есть одна по-настоящему виновная сторона. Реактор был негодным к эксплуатации, чисто по вине Института атомной энергии и Никита. С таким букетом несоответствия пунктам требования нормативных документов взрыв его был неизбежен. Он четким солдатским шагом шел к взрыву. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова